Всем привет! Прежде чем приступить к обзору на пастилу, казинаки, халву и прочие всякие штуки, я предлагаю вам ознакомиться с одной игрой. Если у вас вдруг нет эпилепсии, то с помощью этой игры она может у вас развиться, так что всем советую. Персей Убийца Титанов является изометрическим слэшером с перемещением на ВСД, с возможностью у ворота на пробел по направлению движения, что очень удобно. В игре огромное количество всяких улучшений персонажа, что за золото, что за очки навыков, что за прохождение. Каждая карта дается определенный бонус на выбор. Плюс еще после смерти можно улучшить какое-нибудь оружие навсегда за валюту определенную, которую ты зарабатываешь. В игре пока что только два босса, я их уже прошел, но можно проходить ее бесконечно, усиливая врагов. В игре четыре оружия. Кинжал, меч, лук и катана. Мне больше всего понравился кинжал, потому что у него есть такой апокалиптический навык, когда все замерзает и падают сверху ледышки. Короче, круто выглядит и очень эффективно. Качайте игру, я оставил ссылки в описании видео. Скоро выйдет, наверное, полная версия, так что можно будет нормально проходить. А пока можно бесконечно поубивать этих двух боссов и проходить вот эти уровни. Ну что, начнем, наверное, с пастилы. Ну смотрите, у нас что будет сегодня. Пастила. Белевская какая-то. Классическая. Вот. Далее. Казинаки. Бугучарский. О, прямо из печи. Это прямо как в этом. Как он там назывался? Грызлов. Грызлов стайл. Прямо из печи. Халва подсолнечная на фруктозе. Такая вот просто обычная халва. На фруктозе, не знаю, правда, что это значит. Типа без сахара, что ли. Или на этом. Потом вот такой непонятный фрукт. Мне говорили, как он называется. Я так и не запомнил. Ну посмотрим, что это такое. Еще я купил. Сейчас будет фотография. Магазина, в котором я покупаю вот эти конфеты, которые я составил в список. С рейтингом по 10-бальной шкале. Я обычно заходил, там все конфеты уже оценены, уже куплены. А там просто 15 примерно разных новых конфет. 15 штук. Представляете? И я думаю, что по парочке, по тройке можно будет в один обзор включать. 15 я сейчас просто не смогу осилить. Будет потом не очень. Плюс еще раз так много сладкого. Я вот еще взял себе, заварил имбирь. И вот такое варенье туда добавил. 4 ложки. Такое вот вкусное довольно. Ну так получается неплохо. По запаху круто. Не знаю, как сочетание варенья будет и имбиря. Да, наверное, нормально будет. Чего что-нибудь. Так, погнали. Короче, что у нас тут? Вау. Вау, как тортик. Как тортик выглядит. Прикольно. Просто как кусочек торта. Торта как там правильно. Вау. Без добавления сахара. Что-то все какое-то без сахара. Мне вообще пофиг на этот сахар. Я не из тех людей, кто там считает сахар или соль. Постоянно. И есть такие, кто не добавляют. Ну как бы, я что-то не знаю. Нормально вроде пока идет. Пока этого нету. Как там? Что с ним бывает? Диабет? Прямо сейчас вот возьмем, отрежем. Аккуратненько. Это что такое? Прямо как... Вау. Смотрите, она не режется. Вообще как пластилин какой-то. Это реально пастила. А как мне ее есть-то? Офигеть. Ну посмотрим, что это. Ммм. Ммм. Запах такой клевый. Я еще есть хочу. Очень. Это я решил в голодном всегда делать обзоры. Потому что обостряется вот это вот все обоняние. Вкус. На запах какой-то прям, знаете, что пастилу делают? Сливы, наверное. Такие очень такие, концентрированные, вкусные. Ммм. На вкус, на самом деле, просто обычная пастила. Она прикольная по форме. Она не такая тягучая. Она не застревает между зубами, как вот эта черная пастила. Знаете, вот такая, где на рынках вечно продают. Такая мягенькая. Еще немного похожа на какие-то зефирки. Как будто бы в форме зефира пастила. Ну, не то, что прям супер вкусно. Ну, 7 поставить точно можно. 7, вот 100%. О, супер. Это я очень люблю имбирь. Ему девятку сразу. Хорошее сочетание с этим вареньем. Этому напитку 9. Вообще кайф. Особенно, когда ты имбиря просто миллион настругаешь. Чтобы тебя там все просто обжигало внутри. Приятное такое обжигание. Ой-ой-ой, да что ж ты, Сергей, рукожок такой. Не как вот от, например, соуса желтый фонарь. Там такое неприятное. Ладно, что, давайте не будем тянуть. Кота за хвост, как ты говоришь. Понеслась. Дальше у нас что, давайте казинаки вот эти вот. Прямо из печи попробуем что там такое у нас. Упаковочка, конечно, интересная такая. С картой. А, вот, собственно, казинаки. Как они выглядят. Я на карту на это все обращал внимание. Даже не переворачивал. Натуральный продукт. Семечки, карамель. Сейчас посмотрим, что это. Насколько он натуральный. Написано, что он на 100%. Ну-ка. Затестим. О-о-о, запах такой. Ммм, кайф. Такой прям концентрированный казинак. Но не такой дешманский, а. Такой прям изысканный, знаете, вот прям вот. Офигеть. Это лучшие казинаки, которые я ел в жизни. Офигеть. Что это? Они рассыпчатые, как вот. Ммм, мм, ммм. Как воздух прям. Как это они так сделали? Ммм. Это касец. Девять. Точно девять. Сама вот эта патока, она, патока, она офигенно вкусная. Прям вот еще ароматные такие. Вау. Вау. Не думаю, что казинаки такие вкусные вообще могут быть. Вот это отвал пизды. Вообще кайф. Девять с половиной даже. Что-то очень круто. Если я не становлюсь, я сейчас сажу тут все. И умру. Вот сахар. Или что там патока? Не, это прям очень вкусно. Ммм. Кайф. Покупайте все такое. Ммм. Супер. Девять с половиной. Почти десять. Я не ожидал. Еще они меня так удивили. Сейчас. Сброс. Вкус с помощью имбиря. Ммм. Кайфец. Халва. Ну, халва, я думаю, будет что. Халва, обычная. Так, высыпем ее. Ой. Она еще слишком... Я люблю, когда потверже. Она прям вся как в труху разваливается. Обычная халва. Запах слабый. Ну, шесть с половиной. Можно поставить. Ничего такого, как бы. Если... Альтернативы нет, можно и такое похавать. Но не фонтан. Я ел гораздо вкуснее халву. Особенно там с изюмами, со всякими арахисами. Классная такая бывает. Тахинная, по-моему, халва самая крутая. Я не помню. Так, что? Тогда еще попробуем две конфеты какие-нибудь случайные совершенно. Вот возьмем. Первая. А, не, я сейчас не буду случайный. Я найду какую-то вообще прям... Я ржал с названием. Угарное название было. Где-то, 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 где-то. Как же это называлось? Это не то, не то, не то. Еще халва. О, прикольная упаковка. Я тут съедим. Где? Где? Вот я не подготовился. Видите, как плохо. Буду кидать их на пол тогда, чтобы найти какую-то... Где ты, твою мать, а? Ну, как это? Халва, ты назывался? Конфета хайп. Ладно, потом найду. Ну, давайте вот эту с прикольной такой... Какую-то... Зарисовочкой. Сказок как будто бы. Как называется? Ой, маленький слишком шериф, ничего не понимаю. Конфеты... Сиренити называется. Такая. Посмотрим, что там будет. Ну-ка. Шоколад, ничего. Начинка вот эта вот в середине. Ну, все как бы портит. Пять. Пятюню можно поставить. Надо будет обязательно занести вот этот список, который я... Это... Заполняю. Блин, где же этот хайп? Офигеть. Куда он делся? Неужели я его как-то потерял? Что там еще? Давайте вот самую конченую. Вот мне кажется, вот это будет самая конченная. Эм. Шампе со вкусом клубники. Ну, что это такое? Шампе. Не, получше этой. На бал точно. Как птичье молоко половина, а половина какой-то такой джем. На бал больше, чем там конфеты предыдущие. Сколько я там, 5 я поставил? 4-4. Ну, память, куриная. Как голодные это еще. Внимание, все рассредоточено. Ну, все, последнее. В этом обзоре будет не пойми, что. Это зеленое. Не пойми, что. Сейчас мы его быстро разуплотним немного ножиком. Я как? Я всегда чище его, смотрите, как он в середине. Мало очень самого фрукта. Очень много этой упаковки его природной. Шелухи или как? Кожуры. Вот. Такие получаются штуки. Пахнет тупо лимоном. Ой, у меня аж вина начала вделяться, знаете. Ааа, лимон прям. Лимоны и грейпфрут какой-то. Сейчас как будто вот этот вот. Чем больше ближе подносишь к носу, какой-то вот этот грейпфрутовый еще. Какая-то горечь как будто бы есть. Прям в запахе. Ну-ка, что это? Вообще, что-то безвкусная какая-то фигня. Похоже, по насыщенности вкуса на помело. Помело, как это называется вот эта фигня. А по оттенку вкуса на грейпфрут похоже. Помело помесь с грейпфрутом, короче. Странно, странно. Думаю, будет интересней. Три из десяти. Такое себе. Что-то совсем прям, ну, невыраженный вкус совсем. Но, знаете, как покупаешь апельсин, который сухой весь. У него нету влаги. Ты через силу, если его ешь, то ты не чувствуешь вкуса и страдаешь. Вот тут только без страдания. Тут как бы он с влагой, но вкуса нет особо. Вот такой вот странный, непонятный фрукт. Надо будет потом... Ого, 12 минут узнать его, извините, пожалуйста. Название его. Ладно, все. Пойду это все убирать. Нормально, что-нибудь поем. А то с одних этих сладостей можно потом это... Анус липнуться и все. Все, ребят. Всем счастливо, пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова